...оставляет для нас опасность. Почва. Мы не подозреваем о существовании радиоактивных свалок в городской черте. В то время как в столице было обнаружено более тысячи источников радиации. Много лет назад эти отходы были вывезены за Москву. С расширением территории они оказались в жилых районах. Несколько лет назад на месте предполаганного строительства дома в Москве было обнаружено два десятка очагов с мощностью излучения, превышающего норму аж в 150 раз. Обладатели загородных домов рискуют не меньше. Жалобы на недомогание после отдыха нередко связаны с загрязненной почвой, загрязненными подземными водами. Продукты. Румяные яблочки, сладкие груши, спелоклубника, мясо, птица, дары леса. Каждый год на городских рынках специалисты обнаруживают и изымают тонны зараженных продуктов. По результатам исследований до 70% родителей, которые накапливаются в организме, приходится на пищу и воду. Детские игрушки, зайцы, машинки, медведи и прочие игрушки не всегда лучше подарок для детей. Один из наиболее крупных скандалов произошел на московском рынке, где уровень сальти и плюшевых игрушек в 20 раз превышал нормы изучения. Виной тому некачественные краски, пластик с повышенным радиационным фоном, либо хранение или производство на загрязненных территориях. Украшения, любимую куму или колье, они тоже могут представлять опасность. Некоторые современные технологии обработки драгоценных камней подразумевают радиоактивное облучение, а ведь мы их носим каждый день. Антиквариат. Еще один источник, потенциальный источник радиации. В 40-е и 60-е годы игрушки, сувениры, украшения нередко покрывали специальным составом люминопором, в который входили радиоактивные элементы. А фужеры и рюмки подкрашивали путем пропускания гаммы лучей. Именно они придают прозрачному стеклу старых наборов темный оттенок. Как же радиация влияет на организм? Процесс воздействия на организм радиации называется облучением. Во время облучения негативная энергия радиации передается клеткам, меняя и разрушая их. Облучение может изменить донька, привести к генетическому повреждению, к мутации. Причем для этого достаточно одного кванта, то есть одной частицы радиации. И чем выше уровень радиации, чем дольше воздействие, тем выше риск. На черном счету облучение ряд страшных и тяжелых заболеваний. Это и острая и мчевая болезнь. Всевозможные мутации в организме человека. Бесплодие. Нарушение центральной герористемии. Иммунные заболевания. Нарушение обмена веществ. Инфекционные осложнения. Раковые опухоли. По результатам независимых исследований профессора Гокмана, заболевания способны вызвать даже малую дозу радиации. В душе нашего времени онкологические заболевания ежегодно уносят в жизнь почти 8 миллионов человек по всему миру. И это страшное число непрерывно растет. По прогнозам врачей, если ситуация не изменится к 30-му году, а как ежегодно будет умирать 17 миллионов жителей на планете. Страх за свое здоровье иногда заставляет людей принимать экстренные и довольно опасные меры. Так, в связи с авариями в Японии, резко повысился бесконтрольный прием препаратов с содержанием иода. В аптеках тех районов, которые приближены к месту катастрофы, начался настоящий ажиотаж. У нас на Дальнем Востоке тоже. Все запасы йод, содержащих препаратов, были опустошены. А упаковка леодида калия из 14 таблеток на интернет-аукционе продавалась за несколько сотен долларов. Аналогичные сообщения поступают из Китая, Австралии, Малайзии, Филиппин и других стран региона. Эксперты Всемирной организации Дромхране выступили с заявлением, что йод, содержащие препараты, не могут претендовать на роль антидотов радиации, поскольку защищают лишь от радиоактивных изотопов иоды. Иридозировка же препаратов может привести к серьезным осложнениям, особенно у беременных женщин и у лиц с хронической почечной недостаточностью. Бытовые дозиметры, оказываясь, и вне риска, тем не менее, не защищают от радиации. Да, они чрезвычайно полезны в магазине или на рынке при выборе дачного участка, например, но мы не можем запереться в четырех стенах, ездить на улицу и проверять радиоактивность салата в кафе во время адренного перерыва. Для полноценной борьбы с врагом его нужно не только найти, но и обезвредить. Как же можем мы обезопасить себя и наших близких? В море радиации, о котором столько говорят ученые, наконец-то появился спасительный лайнер. В 2011 году Вижен предложил решение в борьбе с последствиями радиации. Новый продукт-специалист Диайгард Нано. Он разработан в нашей лаборатории ДН-4. И этот боец под именем Диайгард Нано, занял достойное место в ряду базовых продуктов серии Classic Heat. Настолько он важен. Новый БАД считает в себе такие уникальные активные компоненты, как хлорелла и опунция, а кроме того, комплекс необходимых витаминов и кислот. Расшифровывается название Диайгард Нано следующим образом. Д-детоксикация. Ай-интеллиджент. То есть интеллигентный, умный. Гард — это защита. Нано использование нанотехнологий. Первый важный компонент Диайгард Нано — это хлорелла. Это скромные одноклеточные водоросли с выдающимися способностями. Крошка хлорелла в большом количестве содержит редкие питательные вещества и в 5-10 раз больше, чем у хлорофилла. Чем больше хлорофилла, чем у знаменитых стерулины и люцерны. Известно, что хлорофилл является эффективным средством в борьбе с малокровием. Благотворно воздействует на пищеварительную систему. Оказывает значительную поддержку сердечно-сосудистой системе, а также препятствует развитию новообразования, обладает антисептическими и регенерирующими свозами. Материал, из которого состоят в стенке хлореллы, помогает выводить из организма таксины окружающей среды, в том числе тяжелые металлы и пестициды. Очень важно. А бета-каротин, который содержится в этой возрасте, намного эффективнее простого бета-каротина для выявления антиопухоловой деятельности в организме. Комбинация веществ, включающихся нуклеиновые и аминокислоты, пептиды, витамины и сахар. Это так называемые фасторостахлореллы, отвечающие за антимутационный процесс и регенерацию тканин. Другой удивительный компонент этого БАС это функция растения и семейства кастусов, родом из Мексики. А функция обладает прекрасными бактерицидными и антисептическими свойствами, оказывает общую крепляющую действие на организм, повышает его защитные функции, укрепляет иммунную систему, а также помогает бороться с воздействием негативных факторов окружающей среды, в том числе и радиацией. Помимо основной функции защиты от влияния радиации, новая биодобавка способствует выведению токсинов и тяжелых металлов из организма, укрепляет иммунную систему, помогает улучшить общее состояние организма, оказывает положительное влияние на процессы пищеварения, помогает улучшить деятельность печени и желчного пузыря, оказывает активное регенерирующее действие, активизирует борьбу с инфекциями и даже противостоит таким бактериальным инфекциям, как кишечные палочки. Продукт специалист, а его назвали именно продуктом-специалистом, уникален не только по содержанию, но и по форме. Защищает неблагоприятных воздействий окружающей среды, он еще и заботится о состоянии окружающей среды. Инновационная упаковка БАК Диайгард Нано воплощает концепцию Second Life, вторая жизнь. Благодаря дополнительному дну в виде раскладной решетки, после того, когда БАК закончится, каравка может быть использована в качестве витаминницы, она получает вторую жизнь. Для удобства использования она оснащена магнитом на фиксации крышки и стикером для персонализации витаминницы. То есть для того, чтобы писать ваше имя и фамилию. Блинт же создан для употребления с учетом пологии алю-алю, обеспечивающей гигиену в использовании и сохранении продукта даже в южных странах с высокой влажностью. Диайгард Нано заботится о нас и заботится о природе. Первые областы продукта президент Дмитрий Аркадьевич Буряк вручит участникам лидерского семинара в Турции. Подарок. Продажи Диайгард Нано появятся как продукт Миллениума 2011, то есть его смогут приобрести только участники Миллениума. Как вы помните, на бизнес-форуме был объявлен продуктом Миллениума бальзам для губ, хелси-ки, здоровый поцелуй, начало декоративной косметики Вижн. Однако в марте мир подрогнулся. Случилась ядерная катастрофа в Японии. Поразительный факт. Еще полтора года назад президент компании Вижн, Дмитрий Аркадьевич Буряк, дал задание на разработку продукта для устранения последствий влияния окружающей среды, в том числе и радиации. Вот уж поистине великое видение у этого человека. Когда пострадал Фукусима, Дмитрий Аркадьевич дал ранее активизировать и ускорить разработку нового продукта. И вот он будет уже на Миллениуме. Это важно для всех нас, для всего мира. А хелси-кис, он обязательно появится. Он появится в сентябре. Продолжая тему Миллениуму, хочу напомнить, что на нашем юбилейном празднике будет представлена программа сотрудничества Всемирной Организации Здравоохранения. Будут выступать представители этой всемирно известной и уважаемой организации. В связи с этим надо обратить внимание дистрибьюторов, что сертификат Всемирной Организации Здравоохранения это статусный документ. Сейчас он свидетельствует о том, что человек является дебютером компании, которая сотрудничает с ВОЗ. Не нужно выступать от имени ВОЗ, представлять ВОЗ и предлагать анкеты от ВОЗ. Анкеты обязательно будут. Именно официальные. И работать с ними будут те, кто имеет сертификаты. Сейчас очень важно вести себя корректно и не испортить репутацию компании, чтобы наше многообещающее сотрудничество состоялось и было плодотворным. А теперь о новостях бизнеса. Как вы знаете, с 1 мая 2011 года вводится изменение выплаты комиссионной. И комиссионное вознаграждение...